Карачайский волкодав занесен в Международную племенную книгу. Национально-боригенную породу собак Басхан-Пари зарегистрировал кинолог Казбек Магулаев. Что это за порода и что ценного в ней, какими боевыми качествами она обладает и почему сильнее волка. О непобедимой породе собак и что общего в схватках Хабиба и Карачайского волкодава. Репортаж Светланы Шагановой. Итак, знакомьтесь, Басхан-Пари. Карачайский волкодав. Гроза волков. Собака с железным характером. Чужих сразу чувствует. Этот мощный, бесстрашный пёс может столкнуться в схватке с волком или медведем. Но при всём при этом эти великаны миролюбивы и преданы своему хозяину. И не зря порода волкодав. У него всё же есть волчьи повадки. Из-под лоба смотрят, побаиваются чужих. Ну как попасть? Не побаиваются, а опасаются. Недоверчивость. Вот такое есть у них. Хоть и клыкастый и грозный взгляд, но карачаевский волкодав совсем не агрессивный. К гостям большие собачки уже привыкли. Почти не лают и позируют на камеру. В питомнике Казбека Могулаева 32 взрослых волкодава. Кстати, у них, как и у волков, также есть вожак. Здесь главный барбос. Вожаком становится самый сильный и харизматичный. Собаки сами завоёвывают этот титул. Барбос в вольере не один. К нему приехала подружка из Учкикена. Они сразу нашли общий собачий язык. Барбос уже славится своими наследниками. Щенки хоть и маленькие, но уже несут службу. Держат нос по ветру. Очень любопытные. Им всё интересно. Понюхивают телекамеру и недоумевают, что за одноглазый зверь мясом совсем не пахнет. Щенкам сразу после рождения обрезают уши и хвост. Но встречаются щенки и без хвоста. Им сразу дают кличку Чубур Куцый. И ещё одна редкость. Глаза разного цвета. Это уже эксклюзивный пёс. В генах этих собак уже заложены уникальные бойцовские качества. Они непобедимы, как и Хабиб. Невероятно сильны и обладают приёмами борьбы. Один на один медведя он, естественно, не возьмёт, но отвлечёт, по крайней мере, внимание. Как было вот в Учкулане с волкодав, где действительно спас жизнь своему хозяину. Почему Казбек Магулаев полюбил именно эту породу собак? Детство Казбека прошло в Тиберде. В урочище Аккаячубю помогал взрослым пасти овец. А тары были большие. По полторы тысячи овец. И именно волкодавы, собаки-пограничники, защищали от хищников. А они были частыми гостями. Часто видел, как наши волкодавы и с волком встречались. Схватки были с барсуками, с рысью, с дикими собаками. Были одичащие охотничьи собаки, были одичащие овчарки. Они ещё хуже, чем волк. И умнее волка. Справлялись со своей работой. Овцеводство без этих собак – это немыслимо. Потому что это, грубо говоря, это если у государства пограничники охраняют территорию государства, а у чабанов – это именно как раз волкодавы и есть пограничники, которые охраняют территорию. Специально этих собак не тренируют. Они рождаются готовыми бойцами. Басхан-Пари очень умён. С волком выйдет один на один. Но если появится возле отары чужой человек, на него не набросится, а слегка спугнёт. Человек, у которого заниженная IQ, никак не сделает профессора и гения. То же самое у собак. Если у них по генам нет задатков, какие бы тренировки, какие бы воспитательные работы не проводились, в том и заключается селекция. То есть заниматься именно по генам. Отбирать, отбор вести именно по генам. А по генам уже передаются те или иные рабочие качества собаки. Но сил волкодаву дают не только гены, но и хорошее питание. Большая собака любит поесть. Вот эти носики уже чувствуют запах вкусной еды. На завтрак каша, на ужин мясное блюдо. В день одна собака съедает 4 литра каши и 2 килограмма мяса. А собачек 32. Плющенки. Накладно. Но любовь к этим милым и преданным животным превыше всего. В отличие от многих других пород собак, они не агрессивные. Они более так привязаны к своему хозяину. За хозяином они и в огоне будут. В семье Могулаевых подрастает достойная смена. Сын Алан помогает отцу выгуливать пока щенков. Взрослую собаку сложно удержать. Сутки напролет. Казбек Могулаев занимается любимым делом. Ради этого он оставил работу пристава и полностью посвятил свою жизнь разведению карачаевского волкодава. Ведь ни одно хозяйство, ни десятки лет назад, ни сейчас не справится без достойного охранника. И только волкодав способен защитить и отарый овец, и своего хозяина. И поэтому Казбек Могулаев провел многолетнюю работу, чтобы зарегистрировать новую породу. Внушительные габариты, величественная внешность, решительный характер, гордый взгляд, преданный друг. И все это Басхан Пари. Светлана Шаганова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия.